А Юлия Сорокина в женском взгляде сегодня попытается ответить на вопрос, а согласятся ли россияне жить без хлеба, если будут зрелища? Слушаем. Добрый вечер. Не знаю, как вы, а я теперь по магазинам хожу всё реже и реже, даже по продовольственным, потому что зарплату-то мне не повысили, поэтому в магазинах мне теперь совсем грустно. Зато генпрокуратура на этой неделе пошла по магазинам. Массовые проверки ритейла по приказу генпрокурора в связи с ростом цен. Проверяют все крупные сети во всех крупных городах. Говорят, никогда сразу таких массовых проверок не было. Но если бы проверки эти помогли вернуть цены на прежний уровень, то нам стоило бы поставить памятник генпрокурору. Но, боюсь, памятник ставить не придётся. Впрочем, есть ещё один способ борьбы с ценами – заморозка, то есть сведение госрегулирования цен. А что? Не мы первые, не мы последние. Примеры-то есть и совсем свежие. Ну, это Венесуэла, это Иран. Почему? Это вполне стандартная, только из плохого пакета эти меры. Кстати, в Венесуэле после заморозки цен ввели ещё карточки на базовые товары и запретили стоять в очередях по ночам и чаще двух раз в неделю ходить в государственные магазины, где как раз и установлены фиксированные низкие цены. Зато неограниченное количество раз можно посещать чёрный рынок. Но там уже цены другие, да и дефицит, говорят, уже и там. Но не будем о грустном, надо ведь подумать не о ценах, а о том, как больше зарабатывать. Бизнес какой-нибудь начать в конце концов. Вот, например, на Дальнем Востоке каждому жителю и каждому переехавшему будут бесплатно давать гектар земли. И делай с ним, что хочешь. А ещё, говорят, самые дальновидные давно к Луне присматриваются. В правительстве рассматривается программа по освоению Луны. Чиновники намерены привлечь частный бизнес к разработке полезных ископаемых на Луне. Какой частный капитал решится привлечься для этой, в общем-то, очень сложной и затратной деятельности? Надо сказать, Антарктиду и даже дно океана значительно дешевле изучать и эксплуатировать, чем Луну. Ну да, с Антарктидой, наверное, попроще будет. Вот депутаты Госдумы Единоросса Сидякина и Савченко Антарктиду уже освоили, а Луну пока нет. Но, думаю, до Луны недолго осталось. Кто где, а депутаты Сидякина и Савченко новогодние каникулы провели на Южном полюсе. Тур-путевки в Антарктиду обошлись им в 43 тысячи долларов каждая. Это по нынешнему курсу по 2 миллиона 800 тысяч рублей на брата. Но депутаты-полярники Сидякина и Савченко обиделись и сказали, что они покупали путевки еще по старому курсу. А нам в Антарктиду не надо. Нам и здесь холодно. Да и развлечений хватает. Вон на плюшке можно с горки покататься. Ой-ой-ой, страшно! Да как мне? Я жить хочу! Я себя чувствую как в Пуршавеле. Сидишь в кафе, видок, смотри, панорамный. Там где-то Прохоров на плюшке катается. Впрочем, если кататься на плюшках надоело, можно позабавиться как-нибудь иначе. Вот, например, мужчина один, говорят, нетрезвый катался-катался, а потом захотел примерить на себя голову зебры Марти. Это ростовая кукла, персонаж мультика. Но с головой зебра просто так расставаться не хотела. На помощь прибежали Лунтик и Лев Алекс. В общем, отбились кое-как. Пьяные лезут, не понимая, что дети рядышком. Не понимая, что зебра так агрессивная, на пьяных-то реагирует. Да? Кстати, неизвестно, настоящее это видео или постановочное, но все равно смешно. Нам-то что главное, хлеба и зрелища. С глубокой уверенностью в том, что мы без хлеба можем обойтись, были бы зрелища. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok